В Балакове скоро появится сквер мечты. Именно так назвали территорию возле домов номер 15, 17, 19 и 21 по улице Свердлова сами жители, по просьбе которых будет благоустроен данный двор. Я хотела бы поблагодарить жителей, жителей не только моего округа, но и жителей вообще города Балакова за активное участие. Думаю, что наша задача сейчас отработать по максимуму, чтобы жители увидели то благоустройство и как можно использовать территорию, расположенную внутри квартала. Этот проект стал победителем в региональном конкурсе местных инициатив, а потому получит финансовую поддержку из областного бюджета. 3 миллиона – это областной бюджет, 400 тысяч рублей – это выделяется муниципальным образованием города Балакова, 200 тысяч рублей – это и жителями. Помимо этого у нас идет в неденежном выражении софинансирование. Это спортивная площадка делает Балаковский филиал «Апатит». Ольга Владимировна Балякина выделяет 200 тысяч на оборудование для полосы препятствия. И помимо этого 200 тысяч фосагра Балаковский филиал «Апатит» выделяет на озеленение. Как только стало известно о том, что проект благоустройства поддержат на областном уровне, инициаторы приступили к практическому обсуждению. Ведь одно дело – разработать проект, а другое – исходя из реальной ситуации, вносить в него изменения. Данный двор очень сложный в плане благоустройства. Здесь проходит множество подземных коммуникаций, а деревья, здоровые на первый взгляд, оказываются трухлявыми внутри. Очень большие заросли, которые, по сути дела, за пять лет превращаются в бурелом и лес непроходимый. Естественно, вот эта особенность данной зоны необходимо учесть сейчас для планировки, чтобы нам не сделать элементы благоустройства, а потом получится, что от корня деревья пойдет поросль, который все это разрушит. По проекту благоустройство будет проходить по кольцу вокруг бывшего детского сада, где сейчас расположены офисы. По окружности будет идти пешеходная дорожка, по которой можно прогуляться. Также планируется оборудовать современную спортивную площадку, активные зоны для детей, а также места спокойного отдыха для пожилых. Заросли, которые ежегодно разрастаются, а также старые деревья, посаженные более 30 лет назад на территории детского сада, уберут. На их месте появятся молодые насаждения, но не маленькие саженцы, а двухметровые деревья. И специалисты, которые в ходе осмотра территории на месте вносили изменения в проект, уверены, все работы будут выполнены в срок. Архитектором был проработан проект благоустройства, однако не все проектные решения могут быть правильными на начальных этапах. В частности, не было понимания по поводу местонахождения подземных коммуникаций, благо коммунальные службы нам предоставили необходимые сведения. В принципе, все достаточно стандартно для нашего города и для других городов со сложившейся старой застройкой. Мне понравилось то, что собрался достаточно грамотный коллектив. Мы пришли во всех вопросах к консенсусу, и я думаю, все будет реализовано в срок. Собственников бывшего детского сада, коих оказалось около 10, обяжут привести фасад здания в надлежащий вид. Для этого, говорит главный архитектор, будут использовать все возможные способы – от переговоров до административных штрафов, потому как в ходе обследования было выявлено множество нарушений со стороны собственников и арендаторов. Инициативная группа надеется, что в сквере мечты будет все прекрасно, и даже владельцы здания обратят, наконец, на него внимание и приведут в порядок. Как-никак, этот старый детский сад окажется в центре благоустроенной территории.